Погоди, ту-ту-ту-ту, блин, это же песня моего детства. Майни, вновь с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на видео с канала Уголок Акра, и это новое, ну погоди, против старого, как все поменялось, и так ли все плохо. Давайте же узнаем, давайте уже услышим мнение еще одного человека, это будет очень интересно. Это зайц. Ты опять выходишь на свет. Запреты нового 3D-шного, ну погоди, как теперь нельзя курить и бегать за маленькими зайцами? Как вместо бывой борьбы волка и зайца, нам подсунули нездоровую озабоченность косулей? Тогда оставьте меня, никому не позволено смотреть, что я буду делать. Какой путь прошли персонажи, ну погоди, как герои лишались света, как одного зайца подменяли на другого, и к чему в результате пришли? Всем массовый сдрев. Мне иногда кажется, что создателям всяких творений лучше вообще ничего не комментировать. Когда в сети появился трейлер нового, ну погоди, и многим он не понравился, создатели решили еще и усугубить свое положение, и выдавили из себя вот такой комментарий. Наш волк неплохой, он просто не нашел себя в этом мире. Из плохих привычек он геймер. Пффф! Из плохих привычек он геймер... Почему геймер это плохая привычка, это хобби, это увлечение? Это как любители, те люди, которые любят там представлять корабли, да, или там моделировать, рисовать, это неплохо, что вообще? В 2021 году в мультфильмах, конечно же, нельзя распивать спиртные напитки, прикуривать от котенка и гоняться за маленькими мальчиками, к сожалению. К сожалению. Это вообще трэш. Это вообще трэш. Почему досуг, хобби, увлечение, которое не вредит, блин, никому, оно не вредит в основном своим... Я бы понял, что чрезмерное чтение может навредить, скорее всего, если ты не будешь ничем заниматься, кроме как читать. То же самое есть вообще с любым делом, абсолютно. Что вообще? Что? Что? И поймем, так ли все плохо, или люди опять страдают синдромом «Раньше было лучше». Давайте погрузимся в историю этого мультсериала. Существует две легенды происхождения вечного противостояния волка и зайца. Первое заключается в том, что советский лидер Никита Хрущев поручил создать ответ американскому Диснейленду и американской же анимации. В частности, сумасшедшему хиту «Том и Джерри». С советским Диснейлендом как-то не сложилось, а вот мультфильм сделать получилось. По второй версии, ну погоди, изначально было социальным заказом на тему «Как научить старших детей не обижать маленьких». Так или иначе, были выбраны персонажи Заяц и Волк, что было нелегко. Ведь в какой-то момент рассматривался даже вариант Лиса и Заяц как главные герои. Можно сказать, что Зверополис мог появиться гораздо раньше и быть частью мокручего Советского Союза. Ну что Зверополис, когда? Когда? Алло? Давайте. И среди черновых вариантов присутствовала даже вежливая «Ну погодите». Думаю, в этом варианте Волк тоже хотел съесть Зайца, но первый при этом мыл руки перед едой, а второй элегантно желал ему приятного аппетита. Вначале герои появились в рамках мультипликационного журнала «Веселая карусель», на дизайны явно не приглянулись и были переработаны. Но что осталось на месте, так это страсть Волка курить сигареты. Забавно, что при всех разговорах о том, какая в советской мультипликации была цензура, в то время никто не заморачивался на эту тему. А вот в наши времена это крайне неприемлемо. О времена, когда можно было спокойно соприкоснуться своей сигаретой с чужой сигаретой. Боже мой, как романтично! Ну это вообще, это не воспринимается как какой-то, и до сих пор мне это не воспринимается, не знаю, как что-то странное, неправильное. Это интересный прием, то, что он такой, типа, вообще мне все равно, блин. Это, это, это странно, мультипликация, алло, не надо, не надо, одно мысль. Ну, никого не осуждаем. Да и вообще советский «ну погоди», еще и я б натопил за бодипозитив. Ведь тут даже была свинья с небритыми подмышками. Ну что, ее тело, ее дело. Короче, все настолько прогрессивно, что Волк делает селфи до придумывания смартфонов. Как и свои американские аналоги, Волк и Заяц не отличались страстью к разговорам. Заяц зачастую вообще обходился без слов, а вот Волк даже со своими немногочисленными репликами говорил больше, чем планировалось. Например, вот эта фраза. Ну, сумадан, погоди! Это чистая импровизация актера, которую решили добавить и финальный вариант мультима. Очень крутая. Но при ограничениях героев на бурной идеологии, им никто не запрещал петь. Но я не унываю. Ооо, музыкальные темы и песни великолепны. Я тебя спасаю. Нет, Дед Мороз, погоди. Ту-ду-ду-ду. Блин, это же песня моего детства. Мне очень нравится вот эта композиция. Звучит как типичный текст рэперов новой школы. И тут опередили время. Да, кстати, о музыке вну погоди. Возможно, вы, как и я, наивно думали, что вот эта музыкальная тема была написана специально для мультфильма. А вот нет. Это произведение венгерского композитора Тамаша Деака под названием «Водные лыжи». Обалдеть. Вот же молодцы, умудрились договориться с венграми. Ну, возможно, нет. На деле же автор музыки только несколько лет назад узнал, что его мелодия для миллионов людей ассоциируется с каким-то там мультфильмом про волка и зайца. Забавно, что все топовые комментарии к этой песне на ютубе забиты исключительно русскими сообщениями негодования. Вообще, вну погоди пачками резали зарубежную музыку и часто совсем не запаривались на тему авторских прав. О, времена же... Ну, а такие времена были интересные. Безного занавеса. Считается, что классический ну погоди заканчивается на 16-м выпуске. 17-е и 18-е являются уже представителями эпохи 90-х. Но, честно говоря, в детстве я не улавливал какой-то разницы между ними. Сейчас же, ну да, она видна. Наличие рекламы, интегрированной в сам мультфильм, как бы намекало, что наступила эпоха капитализма. И теперь, ну погоди, может выживать только так. Да и то его надолго не хватило. А вот что я вообще не смотрел, так это вот эту штуку. Социальные ролики 80-х, где волк и заяц почему-то обделились своими стандартными цветами. И если волк вроде все же похож на себя, то с заяцем как-то все совсем туманно. Вообще другой. Я уверен, что это вообще тот самый. Это другой, это его другой. Возможно, наш волчар, понимаешь ли, изменяет своей стандартной жертве. И вот как после такого вообще верить в любовь? Короткие истории проповедовали мораль о том, что нужно беречь воду, электричество, еще раз воду. Да и в целом, возможно, сам дизайн мультфильма говорит нам о том, что нужно бережно и экономно... Экономить краски. ...относиться к самой анимации. Поэтому тут все выглядит так бедно. Со временем в этих коротких мультиках появились краски. Что, во-первых, подтвердило, что заяц походу все же другой. А во-вторых, возможно, этот заяц был прообразом Барта Симпсона. Удивительно, но в рамках этих мультиков посыл, по сути, частично повторялся. И было сделано, например, два сюжета про то, что нужно закрывать кран. Их трое, вообще-то. Но, возможно, в то время больше проблем особо не было. Особенно меня радует, что один из этих мультов на Ютубе идет под названием Ванна мультфильмы для взрослых. Это с чего вообще? Ладно, вопросов больше нет. Еще были небольшие мультики от творческого объединения. Экран, где офигеть не встать, был кроссовер с щебурашкой и геной. Ого. Где они просто вместе побегали и ничего не сказали. Замечательная трата потенциала. В нулевые вышло два новых эпизода Ну, погоди. Которые обычно принято не любить. Но лично у меня к ним нет такого отношения. Они просто никакие. Видно было, что сценаристы хотели сделать... Я помню, я еще играл в игру на компьютер. Там, ну, погоди. Это был битэмап, кстати. Там ты играл в роли волка. Прикольная игрушка была в свое время. Что-то в духе старых мультфильмов. Но без какой-либо фантазии. Максимум их креатива выразился волке, что напялил белье свиньи. И его тело тоже его дело. Мне нравится, как в конце мультфильма в титрах написано следующее. Создатели фильма старались сохранить полюбившиеся зрителю интонации любимых актеров. Типа, ну, ребята, мы же старались. Ну, вы че, не судите строго. Но и в целом я бы не сказал, что это детище как-то плюет в наследие. Ну, погоди. Тут нет какой-то глобальной переработки. Чего не сказать про новый мультсериал? В отличие от версии фильма, которая пыталась подвязать себя к классическому мультфильму, учитывала нумерацию и делала заставку в таком же стиле, новый, ну, погоди, к его чести абстрагируется с самого начала и дает нам новую динамичную заставку, которая, честно скажу, пока лучшее, что есть в рамках этого мультсериала. Заставка оформлена в разнообразном 2D-стиле, который в процессе меняется. Ну, отдадите на прикол. О, пикселер! Ну, это круто! Ну, это круто! Вся эта заставка настолько сделана с душой, что я бы лучше посмотрел бы ее расширенную версию в виде полноценных эпизодов. Представьте, ну, погоди, в разных формах и с разными подходами к классическому противостоянию. Ну, ладно, хватит мечтать, давайте глянем на сам мультсериал. Я думаю, найдутся... Видишь, заставку и сам мультсериал делали разные студии. В которых откровенно выбесят новомодные элементы типа гироскутера у косули или эйрподсы у ежа. Но эти вещи просто являются частью окружения. Это вам не новая простоквашина, где в первой же серии нам просто в лоб открыто орали про то, что «Уу, в простоквашина теперь есть интернет!» Вы заметили? Они важны, мы все равно вам напомним. В общем, я не вижу в современных гаджетах проблему. Лучше поговорить о другом. Ну, в этом проблеме нет. Проблема... Проблема в несовременной картинке. Она выглядит плохо. Если ядро классического, ну погоди, строилось на понятном конфликте «Волк хочет сожрать зайца» и у него вечно не выходит, то тут создатели пошли на знатные инновации. Теперь волк хочет любви. Ну или просто физической близости. Впрочем, сообщества людей, что стремительно начали делать горячие рисунки по вот этой вот косули, явно не будут это осуждать. Только аккуратнее в гугле. Вам может не понравится то, что вы найдете. Итак, волк желанно смотрит на косулю, но тут оказывается, что она больше заинтересована зайцем. Да, похоже, тут у нас любовный треугольник. Да, вот такое пространство для конфликта. И, честно говоря, это вызывает у меня забавные ассоциации. Немного отойдем от темы. Это известный супергерой Бэтмен, а это его помощник Робин и дворецкий Альфред. Вас ничего не смущает в них? А вот психолога Фрейдрика Вертома в 50-х явно смущала. В своей книге «Совернение невинных» он писал следующее. Истории вроде Бэтмена могут стимулировать детей к любым фантазиям, прием, у которых они могут не осознавать сами. Комиксовое трио обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений. И чтобы как-то оправиться от удара, что нанесла книга Фрейдрика, в комиксах были сделаны следующие изменения. Альфред умер и был заменен на женщину, а в сюжете про темного рыцаря появились такие персонажи, как Бэтгерл и Бэтвумен, чтобы точно показать, что все кетер... Не переживайте. Возможно, у меня что-то... Ну и торшняк. Я вот задумался, а может быть аналогичная ситуация в... Ну погоди. Ну знаете, отношения с Зайца и Волка могли вызвать вопросы. Это вообще не вызывали. Эти страстные танцы со своей, казалось бы, жертвой. Момент, где Волк дарит Зайцу цветы. Оглядываясь на это, не могла ли Косуля появиться в новом мультфильме чисто для того, чтобы подчеркнуть гидральность Волка? Но учитывая этот комментарий про то, что теперь нельзя гоняться за мальчиками и в свете недавних тематических скандалов, все возможно. Вообще, в новом мультфильме технически даже не Волк начинает противостояние. Все из-за Зайца. Его стрела в самом начале попадает в Волчару. Пускай и случайно. Не является ли Зайц скрытым агрессором? Ну а что вообще касается структуры нового, ну погоди? Ну это вполне себе стандартная буфонада. Только как по мне слишком приземленная. Тут есть сцены, где Волк попадает в баскетбольную корзину, прыгает на батуте, и все в таком духе. Но давайте взглянем, например, старого, ну погоди. Там мир анимации использовали на полную катушку и не стеснялись сюрреализма. Например, в моменте, где из Волка вываливаются ноты. А здесь все эти прыжки и падения выглядят как что-то максимально банальное. То, что мы можем увидеть в стандартной семейной комедии. Но, к чести сказано, в других сериях с фантазией получше. У Волка двоятся руки, когда он пытается отбросить все предметы. Его преследует квадрокоптер, после чего много таких устройств крутятся вокруг его головы, как звездочки. Вот почему не с этими моментами правообладатель решил выложить серию на Ютуб? И да, если кто-то наивно считал, что Любовь к Асули это была завязка только для вот этой серии, то оставьте надежду. Это, походу, красная нить всего сериала. И тут мы сталкиваемся с глобальной, лично для меня, проблемой. В то время как Волк с голосом Гарика Харламова в целом работает как персонаж, Заяц максимально обезличен. В классическом мультике эти двое были центром всего, а другие персонажи проходили фоном. Ну а вот вам типичная завязка нового «Ну погоди». Волк пытается произвести впечатление на косулю, из-за его тупости он получает люлей от бегемота, падает, роняет свою колонку и... Нет, джебелька! ...случайно проезжает Заяц на велосипеде. Волк этим недоволен, и... вскоре он опять бежит к своей косуле. Понимаете, Заяц здесь это просто персонаж, который, ну, случайно мимо проезжает. По-моему, это какой-то обман. Заставка говорит о первостепенности борьбы Волка и Зайца. Ну да. О том, что они основные персонажи. А из содержания самого мульта у меня не складывается такое впечатление. Я вообще не понимаю, зачем на озвучку этого Зайца взяли Дмитрия Хрусталёва, если в основном его реплики сводятся к такому. Оригинальный Заяц хотя бы пел, а тут просто что-то нечленораздельное. И дело не в том, что бу-бу-бу в оригинале было не так. Отходить от привычного нужно с умом. А тут ни сам новый Заяц, ни другие герои, даже если все соединятся в одного персонажа, не смогут конкурировать с харизмой Сталас. Да, в этом и большая проблема. Они харизматичные, они ламповые, они классные. До сих пор этот мультфильм, я недавно пересмотрел одну серию, мне на ютубе попалась. Она классно смотрится. Я улыбался. Блин, это круто. Не то, что, знаете, ностальгия. Это реально до сих пор хорошо. Зайца. Героев стало больше, но больше не всегда лучше. Нет баланса. У нас здесь относительно харизматичный волк и персонажи, которые не представляют из себя толком ничего. Да даже волчаре плевать на всех, кроме косули. А может в этом и задумка? Знаете, бывает, что дружили вы с чуваком. Да, иногда ссорились. Да, могли проскальзывать сложности в отношениях. Но все равно было видно, что вы отличный дуэт. А потом появляется девушка, и все. Дружба, или в данном случае вражда, дала течь. Теперь волка интересует только его косуля. А заяц почти всегда способен вызвать внимание, только если мешает волку подкатить к этой самой косули. Или только когда волку нужно, победив зайца, доказать, что он достоин, опять же, косули. Но если с этой стороны посмотреть, то драма выходит неплохая. Страшная драма. Только надо придумать ее самому, как говорится. Каким-то плевком в душу. Это обычный мультик, который просто... Не, я вообще считаю, что как бы никто же не заставляет смотреть. Не плевок, это вообще не плевок, но это просто не ну погоди, который многие ждали в этом плане. Это не ну погоди, которое было. Это вообще что-то другое, совершенно другая история, другие персонажи, возрастные рамки для этого мультсериала. Это максимально детское шоу, просто максимально детское шоу. Понимаете, тут даже нет смешных какие-то моментов, которые реально бы профлить могли, как, например, тот же Том и Джерри в свое время. А тут как-то все это все очень беззубо. И мне... Не смог придумать ничего на уровне своего предка. Вот такое вот. Да и, наверное, даже не пытался. Не буду накручивать, тут нет ничего ужасного. Это просто обычный мультик для детей, который затеряется на полне таких же. А ведь союз мультфильм мог бы воплотить идею для финала, которая была у режиссера оригинального «ну погоди». Волк и Заяц дожили до преклонного возраста, помирились, и вот Заяц приходит в гости к Волку со своими зайчатами. У Волка есть видеомагнитофон. Все и собрались посмотреть приключения отцов семейств в их молодые годы. А зайчата непростые. Один панк, другой металлист, третий рокер. У Волка же всего один сын, и тот интеллигентно играет на саду. А тут рэпер, и все. Крипочки. Зайчата задевает волчонка, и между ними возникает конфликт. Звучит всяко интереснее, чем озабоченность васули, но что имеем, то имеем. Ну а с вами был Акар, пишите свое мнение про новые, ну погоди, в комментарии. Это не ножички, не ножички грустные. Самая малость. Хороший ролик, реально. Посмотрите его. Сутка на оригинал описании, кстати, на этот ролик. Ребята, что я хочу сказать. Подписывайтесь, во-первых, на Акро, обязательно. Во-вторых, ну грустно просто все равно, что как бы, не надо, никто ничего не ждал. Все знали, что выйдет плохо, да? Уже есть как бы прецеденты, и уже знают, как может быть. Но вышло еще хуже, чем вышло с Простоквашино, чем с другими вариантами. Но слишком он детский. Есть другие детские мультфильмы. И детям все равно, ну погоди, зачем прязать было детский мультфильм к такой франшизе, как Ну погоди. Вот это самое странное. Потому что Ну погоди никогда не был откровенно детским мультфильмом. Вот прям супер детским. Это был семейный мультфильм. А теперь это детский мультфильм. Вот это большая разница. Ребята, говорите ваше мнение в комментариях. Мне очень будет интересно почитать. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Акро. Комментарии пишите. Колокольчик жмякайте. А так что, всем удачки. Всем пока-пока. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok